Твой первый сезон в МХЛ. Как оценишь его, какие различия с тем, что у тебя было в Беларуси, выделишь? Да, первый сезон в МХЛ, он справился достаточно сейчас хорошо, то есть командой мы выше золотой дивизион, выполнили задачу. Сейчас будем бороться за место в боев. Набираю достаточно много очков, достаточно хороших сезонов, я считаю. Чем отличается от тем, что было в Беларуси, то есть она тоже играла в молодежной бюджет. Я думаю, что молодежка в России будет побыстрее, все равно здесь и представители игроки, больше команд, то есть как-то намного интереснее. Думаю, просто каждый компонент можно переумножить на полтора или два раза. Ты пятый бомбардир команды в топе и по голам, и по набранным очкам в лиге. Ожидал, что так все хорошо может сложиться, по сути? Честно говоря, вообще не ожидал. Не то чтобы не ожидал, я не ставил таких уцелей как-то в этом сезоне, в первом сезоне Хэлл. Я хочу быть на первом месте среди защитников, или я приеду, я сразу что-то буду набирать. Потому что, да, по своей лиге я набирал очки, но все-таки я понимал, что я в лиге уже посильнее. И как-то все равно просматривал статистику прошлых сезонов, как здесь набирали очки. И вообще рассчитывал хотя бы очков в десять набрать. То есть если бы я набрал больше десяти, то для меня уже, в принципе, было нормально, пойдет. То есть это первый сезон, я ехал больше ознакомиться с этой лигой, понять, что как. Думал достаточно, ну, буду подольше скатываться, скажем, осваиваться. Ну, да. Так вот и в большинстве я начал играть, и голы пошли. То есть забил сибирским снайпером. Да, первый был сибирским снайпером. Потом уже и следующие пошли голы, и уже пошли, в принципе, очки набираться. Вот по ходу сезона уже начал задумываться о том, что, может быть, получится стать лучшим снайпером, защитником или бомбардиром. Были такие размышления? Такие размышления, я думаю, ну, как-то уже начал все равно где-то, может, с декабря все-таки начал следить за этим. То есть до этого я даже в таблицу не залазил, ничего вообще не смотрел как-то только так. И даже иногда команды не смотрел, просто играл и играл. Ну, с декабря так уже начал все-таки следить, как, что там развивается, как там получается. Вот, например, в декабре набрал достаточно много очков. В декабре, ноябре, январе, такие самые полголитые месяцы. И уже, да, конечно, была такая цель, возможно, там, ну, может, получится забить, как бы стать первым снайпером в лиге, да. Немного не получилось, но это, в принципе, вообще не часто что-то, но мысли такие присутствовали. А, знаешь, тут даже вот если обращать по количеству бросков, если смотреть на количество бросков поворотом в створ, то вот есть ты, там, ваши лидеры нападающие, а все остальные там почти в два раза меньше. То есть это вот у тебя еще нападающий в тебе не до конца испарился? Ну, думаю, как-то все равно хочется больше в атаке поиграть, побросать. Просто, ну, нас всегда учили. Чем больше бросков, тем больше шансов что-то заберет. Даже если какая-нибудь такая ковыряшка может и залететь. Поэтому, ну, просто стараюсь почаще бросать. Плюс все равно есть игра в большинстве, а время в большинстве это просто еще увеличивается просто несколько раз. Ну, в игре все равно стараюсь в большинстве слоить. Поэтому, ну, да, я думаю, нападающий сейчас живет во мне немножко. Где-то внутри он есть. А сколько сезонов ты был нападающим? Сезона, наверное, два. Ну, это было по детству, но где-то сезона два, я думаю. Теперь уже, если переходить к командным успехам, ты уже говорил, что, собственно, вот вы выиграли дивизион, переходите в следующем году в золотой. Вообще, насколько ставили себе такую цель, задачу именно выигрывать его? И какое вот сейчас ощущение, может быть, эмоции какие-то дополнительные? Ну, в начале сезона главный тренер ставил такую задачу, что нам нужно возвращаться из золотой дивизион. Все-таки, то есть, у нас есть хорошие условия, отличный город, сильная команда в КХЛ. И как-то, что молодожь играет в серийную дивизионе, как-то немножко смазывает эту картину. И я думаю, все ребята тоже хотели все-таки играть в золотом дивизионе. Это немножко был попрестижнее, да, и это была нашей основной целью. Прошло 50 игр, было много игр и достаточно отличных, хороших. Тогда были, конечно, и хорошие игры, но выполнили эту задачу. Выполнили. Это, конечно, в конце было так вот, что, скажем, не знаю у всех, но зато небольшое давление, что вот эта гонка идет со снайперами. Все равно так немножечко неприятно, то есть все, грубо говоря, от одного промаха. Вот, и серия с форматами у нас выдалась достаточно такая сложная и непонятная по причинам. Вот, да, еще, конечно, последние матчи регулярки поиграли, но благодаря толпару все-таки высший золотой дивизиона. Благодаря толпару? Ну, да, да, если бы все-таки Сибирске выиграли, то там непонятно, что это все-таки нервы тратятся тоже, а так уже мы понимаем, что все, ну, уже точно на первом месяце уже точно можно готовиться к спутнику, и это все равно немножко облегчает, и это чувство такое, что вот эти 50 игр точно было не зря. Как себя чувствуете, какие сейчас эмоции, какая атмосфера в команде, потому что, ну, все, завтра плей-ин начинается? Да, атмосфера отличная, все парни заряжены, мне кажется, на 200%, абсолютно все хотят выигрывать. То есть у нас было достаточно, дали нам отдохнуть небольшое время, нагрузили, снова дали отдохнуть, и все, как бы, сегодня провели тренировку, завтра еще на тренировке, уже начинается плей-ин. Поэтому, ну, атмосфера отличная, все ребята на позитиве, все как-то такие уже прям заряженные, хотят играть, я думаю, у нас все получится. А чего ждешь-то от матчей со спутником? Думаю, все равно игры плей-ин, это уже, считай, есть плей-офф, думаю, будут все равно такие уже осторожные, не будет как-то прям много каких-то там обыгрышей, не будет прям каких-то опасных действий, думаю, все равно будет такой аккуратный, но все равно агрессивный хоккей, я думаю, не будет никто ничего придумывать, это будет просто как максимальная игра вперед, просто больше бросков, мне кажется, будет еще много силовой борьбы, то есть игра, мне кажется, будет самая интересная. Самый интересный отрезок сезона начинается сейчас. Тот факт, что в регулярке оба матча вы у них выиграли, он как-то придает какую-то уверенность? Ну, конечно, конечно, когда просто, в принципе, играл с этим соперником, понимаешь, что он будет делать, в принципе, как он будет делать, да, все равно как-то... И то, что ты выиграл два матча, это, да, немножко все-таки морально будет полегче, мне кажется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok